Сжигание отходов в черте города запрещено, но несмотря на это в промышленном районе горбыль горит постоянно. Жители Солнечного и Северо-Западного практически круглый год задыхаются от дыма. Открыла окно и уснула. Он говорит, я захожу, я не вижу жену. Полностью вся квартира, вся комната. И проветрить никак невозможно. Потому что если сквозны, ну как и напротив окна, и с той стороны все равно сквозняка нет и дым идет. Я у себя тоже ощущаюсь плюс закрытыми окнами. Хотя хочется лето открыть, подышать свежим воздухом. Дует у нас сильно, форточки надо не открыть. Сильно дует. Сюда несет, как только ветер, все, гарь невыносимая. Что-то надо с этим делать, конечно. Но скоро все изменится, обещают в местной мэрии. Здесь, на территории 70 гектаров, должна появиться специальная площадка для хранения и утилизации макаронника. Из-за внесения изменений в законоприеме отгрузки древесины, предприятия, осуществляющие ее переработку, будут обязаны встать на учет в Министерство экологии, получить лицензию на утилизацию своих отходов, и у них не останется другого выбора, кроме как возить горбыль на законные свалки. Данное место является границей территории. Эти земли уже относятся к Каннскому району. Ну а здесь будет обустроена площадка для хранения отходов лесопиления. Как нам рассказали в администрации, отходы здесь будут перерабатывать. Предположительные объемы до 300 тысяч кубометров древесины в год. Площадка – это будет централизованный пункт сбора, где наши лесопереработчики могут гарантированно сдавать, заключать договора, цивилизованно осуществлять сдачу, где будет осуществляться ее прием и в дальнейшем ее переработка. Поджигать здесь никто ничего не будет. По словам местных властей, площадку оборудуют в соответствии с требованиями природоохранного законодательства. На месте будет обустроена ложа с необходимым покрытием, обваловка, а также водоем с ливневкой. Помимо этого, в качестве безопасности здесь же будет работать хозяйствующий субъект, выполняющий все предписанные требования. Денис Шабуров, Вячеслав Морозов, телекомпания «Канск», 5 канал.